здравствуйте мои хорошие мои любимые тере муколить сегодня у нас такое дело здесь соседи хотят дерево валить сухое какое-то нами здесь мешает не знаю боятся что на другие на чужие дачи упадет на 0 что и вот у нас впереди такое огромное дерево ведь она стоит на нашей территории и приходили уже двое соседей что у них не ловит программа телевидения и приезжал специалист каким-то аппаратом вот посмотрел что именно вот эти две ветки нижние как бы нам им мешают что если их спилить то будет вот это самое а как грубо говоря окно так называемое окно в европу окно в мир вот и тогда у них будет хорошо ловить телевизор мы вот поскольку сегодня соседи валят у себя здесь вот этого дерева да вот приехал приехал это специальная машина которая с помощью которой уберут значит и вот эти вот ветки у нас вот какие-то здесь нижние несколько я конечно волнуюсь чтобы это никуда не свалилась на крышу знаете потому что как-то это страшно что если они на крышу падут надо в мой что нет здравствуйте но что вы сегодня лесорубы заодно будут наши ветки эти пилить хотят потому что там не ловит телевизору барановых ну вот хотят чтобы вот это ваша пилила она приходила ко мне сейчас разрешение спрашивала на вот эти несколько вид а вот я не знаю что за женщина соседка вот оттуда на оттуда да вот вот это значит от олег она не да что вот вот они какие-то мешают что нет этого окна как бы а я не знаю я понятия не имею ну да что тогда они будут как бы ловить вот этот вот да 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 но это нижние сказали просто страшно я боюсь что не на крыше бы никуда вот это опасно вот это я и боюсь какая у вас это у вас вот это вот верхняя как бы да 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 вижу 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 правильно да такая может от какого-нибудь этого урагана или от чего попасть здравствуйте это вы специально заказывали такой да или этого знакомые а сосед просто вообще-то принципе же такое заказываю даже вообще вот такие у нас как-то вручную же делают мужики тут они как-то веревку натягивают накидывают туда-то все но здесь очень много домов плотности до высокая как я накинул такую макину я могу отшелить вверху что когда может что-то короче будет накинут ну да мне но они здесь очень плотно спорта боюсь за крышу за территорию сейчас здесь навалит на все надо будет детей убирать все здесь не дай бог какая цветка свалится на девочку будет чем камин топить все какие-то заботы да не то что пришел отдыхаешь без конца а кто вам сказал соседи да это падает что-то делали да да было 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 это от них вроде вот это я не помню что-то у них лежала по моему да это я помню да если не дай бог такое на крышу да тогда все лучше от сухих избавляться да я тоже своих все время контролирую чтобы не было боюсь но я не маленько прибавлю он вообще-то 80 евро аренда и 20 евро бензина берет их 40 евро но я на 60 и 70 там позвонила фирму чтобы сделать за от 150 до 300 а разрешения никаких не надо я спрашиваю председателя он сказал у нас такого как греба на своей территории нужно надо так он сказал я бы еще рядом вот эту другую а вот вам отдых не стал продать вы его к черту и матери нам что-ка такое место красивое цвета нужно а много мы тут бывали а старый наш бурачок он вообще ни разу не был но у вас растет сабина разве ну девочка он малыш не растет как им хорошо а где такие штуки в аренду берут вообще как с лебедкой да у меня в детстве это называлось проверкой мама когда поднималась так к этажу мама говорила вот посмотрим как тебя игрушки убраны все проверка приехала поэтому для меня это проверка привет костюм ты сказала тетя таня привет 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 как забрались и теперь наверно будут четвертовать на несколько частей вы что ли надо бояться его как бы за раз вот здесь он руками даже эти ветки соседское дерево они сейчас валят установку взяли в аренду но видишь его сначала на несколько частей они два дерева будут убирать не одно ой смолой запаху даже здесь ой ой батюшки господи ну вот теперь этот пополам и все ах еще второе же дерево вот так видела как как дрова сыпется с неба виноград я очень такой хороший сладкий вот что вчера купили без косточек вот воскресенье всегда какой-то очень шумная на дачах в рабочие дни здесь потише а на выходных вот тут все детки прыгают на батутах он смотрите как у нас огромный бахтут у соседей так вот всякие дела все эти вот валят деревья то всем музыка шашлыки жизнь кипит очень вкусный виноград и очень хорошие сливы сливы тоже не знаю некий польский наверное у нас то вот здесь кстати вот эти вот колоски что вчера мы собирали я к самому позору гуглила гуглила с уверенностью ячмень гуглила что там еще овес каково же было мое удивление когда google выдала мне что это пшеница это что правда я была так уверена что пшеница она с длинными такими вот тут какие-то две-три штучки а гугл выдает в картинках что это пшеница я не знаю это так или не так скажите мне что это у тебя что показывали как твое воскресенье проходит твое воскресенье проходит так какой-то нотя деформирована но кушай на здоровье а я наш кому хорошо то так а да уж уж да кристина они пошли второе пилить второе начали теперь тут больное сухое из-за чего собственно был весь сыр борко на высокая а толстая на сушен сухое сейчас его будут на части все снимают его все снимают звезда ужас как она вот как рухнет куда-то на крышу дай бога на крышу на крышу ой мамочка вот скинули с крыши ой да будем надеяться что не не крыша то хоть не это самое не повредилась ну все основное такое самое страшное сделано вот там они все спилили теперь они за нас возьмутся ой как пахнет а я думал это свежей смолой это шашлыки разводит соседи вот теперь у нас будут дерево наши терзать терзать наше дерево и буду смотреть телевизор спокойно мы мешаем загораживаем да да борь я все помню окно в европу здрасте да это видеодокумент потом не отвергаться было абсолютно все за за проката я не выговорю это группа крови группа крови как бы как бы сюда не хотелось положить мне кажется они говорят там это крона крона но там нифига себе это там да там по моему дар был нифига капля рассекателя а это я на канал себе на канал на ютуб себе поэтому не боитесь не боитесь все твои надо убирать до окно в европу а если не поможет то нечего телевизором сидеть надо работать у нас как интернет отключили у нас как интернет отключили на день так у меня все полы засверкали я все перемыла оказывается паутина в углах было еще так они не довольны да оказывается я готовить умеет он забирает машину пойдем пойдем смотреть чтобы нас нам бы что-нибудь но пусть они цветут в чужом саду чужом саду на хузнечика похож на самку да 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 они же потом же а вы без интернета да вы на телевизоре здесь телевизор смотрите телик да интернет телефона а а ну-ка на камеру путин путин владимир владимирович гадит ну что вы его боже у меня колонца канал закроют мы бы тут как бы не он жили бы уже ого ого мы бы финляндию перегнали а он гадит постоянно все бан на канал на охоту к нам приезжали фильмы так они приезжают а мы к ним что-то пока не можем я говорю мы когда будем считаться развитой страной когда мы к ним будем на охоту а там к нам приезжают ну на какие-то люди которые имеют какую-то свою фирму там да какие-то ну не олигархи но бизнесмен это ничего подобного когда познакомились поближе простой рабочий там где-то а он к нам сюда ему хватает здесь доплатить за лицензию там все нормально так может мы тогда не пробовали может там тоже нам не я наши там интересно было афинка я там чернику собираю да вот это вот это пожалуйста это пожалуйста а так что приехать на кабанчиков охотиться это что-то пока накладно простого рабочего ну сейчас нам здесь все срубится он смотри ребята какие оба ну чё-то не знаю сломалась штука это наверное леший гонит их отсюда лесник нечего тут деревьев крушит ломпа сломалась в общем как я отхожу сразу все начинает работать заработал потом эти ветки надо тащить куда-то будет ой какие здоровые сразу на составные части ой какие огромные сучьи теперь их носим надо будет пилить тоже не знаю титан этот этот не заказывали наверно мой кристина мне помогает такая молодец что-то у меня стало болеть спина ой тетя Таня спасибо спасибо большое ой сказала спасибо ну беги бабушке отдай ой бабушка обрадуется ой спасибо тетя Таня спасибо не представляете нам красивые да и семьи одни возьму вторые третьи нам в другой раз один и два стоят ну что ж вы тогда отдаете то кушали бы сами да кушали нет нет дом который у нас варят парники да а сегодня зайду сто две по три гнила их валяется уже ну теперь у вас дров полно ой только успели спилить и убрать эти сучья как ливануло оооо как пахнет дождем свежей травой и я бы сказала как то озером и рыбой прям что ли все вместе взято ой дождиком вот это льет прямо стеной белый стоит дождь стеной прям белый ой ой вот это да да когда так льет прямо крыша кажется как будто садится так знаете она градусная почему 20 градусов ничего ничего пахнет грибами релакс звуки дождя уже грибы уже растут занимаем первые места и смотрим на дождь вот это голод в городе и так далее смотришь с раздражением дома из окна ой опять дождь а здесь это представление целое как хорошо здесь в природе но только летом ну и еще осенью а зимой нет зимой домой ой как красиво ой 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 ой